Вы знаете, я не таксую, я просто, у меня машина своя сломалась, и я взял товарища, чтобы встретить с родственниками. Ну она, ну она у него стояла, я не знаю, зарегистрирована она, не зарегистрирована, то есть я как бы не в курсе. Просто. Отчество и должность? Сергеев Денис Александрович, начальник отдела регионального государственного контроля в сфере перевозки пассажиров. Вы пригожали кого-то такси, в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Что сейчас проходит? Сегодня у нас очередной рейд совместно с ГИБДД проходит. Мы выявляем водителей, которые нелегально осуществляют деятельность по перевозке пассажиров и багажа легкового такси. А именно сейчас, в соответствии с действующим законом, для осуществления этой деятельности необходимо получить министерское разрешение. Вот в ходе данного рейда выясняем, какие водители получили его, какие нет. И те, которые не получили, они за незаконную деятельность привлекаются к административной ответственности. Вот за это время сколько было легальных таксистов и сколько нелегальных, вот за час, который они провели? И вот на сегодняшний момент один у нас водитель предъявил разрешение, и у двоих водителей этого разрешения не было. Вот в каком процентном соотношении у нас в городе, в области легальных или нелегальных? И по цифрам? По цифрам могу сказать, что сейчас на территории Саранской области действующих разрешений 2281. По процентному соотношению, сложно сказать, по нашим оценкам где-то 50 на 50. Хочу обратить внимание, что с 1 сентября этого года вступает в силу новый закон об организации деятельности по легковому таксисту. Кроме того, этот закон определяет такое понятие, как диспетчерская служба, устанавливает обязанность этой диспетчерской службы и передавать заказы только тем таксистам, которые получили соответствующим образом разрешение и устанавливает ответственность для этих диспетчерских служб, если они передают заказы тем водителям, которые не имеют разрешения. Поэтому мы надеемся, что с конца этого года ситуация изменится в лучшую сторону. Сейчас, до 1 сентября, выдача разрешений пока является платной, но в соответствии с новым законом разрешения выдаваться будут на безвозмездной основе. Это мы ожидаем увеличения потока заявителей, которые захотят легально осуществлять данный вид деятельности. В настоящее время какой штраф предусмотрен за отсутствие лицензии? В настоящее время это не лицензия, я обращаю внимание, это именно разрешение. И административным законодательством предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Большое спасибо.